Лето в Самаре, как и в любом волжском городе, это, конечно, прежде всего волжское лето. Совершенно необыкновенными волжскими закатами и солнечными дорожками на Волге по вечерам и звездами ночью, которые отражаются в волжских глубинах. А еще волжское лето – это волжские истории и происшествия, которых и в позапрошлом веке тоже хватало. Вот о них-то мы сегодня и поговорим. И вернемся на сто с лишним лет назад. И вяжут волны пенистая кружева. А в разбеге Волги закипают дни. Сосной смолистой пароход нагруженный покинул сонной пристани огни. 7 июня 1898 года, около 7 часов утра, на пристани Кавказа-Меркурий в Астрахани начался пожар. Загорелся закрытый пакгаус. Пожар тушили стоявшие здесь же пароходы «Сокол», «Казачок», «Матильда» и некоторые другие. Кроме этого, вода в огромном количестве подавалась двумя паровыми машинами. Но, несмотря на это, большая часть товара и клади сгорела или подгорела. А другая была сильно подмочена. В огне сгорело много мануфактуры. Шелка, парчи, бархата, десятки мешков с сахаром и чаем. Не пожалела пламя и кладь пассажиров, которые были бессильны отнять у стихии свои пожитки. Точную сумму причиненных пожаром убытков не удалось подсчитать ни на следующий день, ни даже неделю спустя. Но, по предварительным оценкам экспертов, эта сумма составляла никак не меньше, чем 200 тысяч рублей. Застраховано всего же было товара на 60 тысяч. А вот что касается причин пожара, то здесь эксперты просто подняли руки вверх и констатировали, что, скорее всего, такой причиной было банальное самовозгорание. А пока в Астрахани бушевал пожар на пристани, на Волге разворачивались свои истории. Так, в ночь с 13 на 14 июня на пароходе «Царица», который следовал в Нижний Новгород, случилось неожиданное происшествие. В воду бросился пассажир, имя и звание которого так и остались неизвестны. Это происшествие случилось чуть ниже Мариинского посада. И как только команда увидела прыгнувшего с борта парохода вниз, с парохода на воду была опущена лодка. Но сколько бы ни продолжались поиски, они так и остались безрезультатны. Найти прыгнувшего в Волгу так и не удалось. 9 июня около трех часов дня у лугового берега реки Волги в полутора верстах от Сингелея стоял плод Владимирской купчихи Беляевой, 80 сажен длиною. В это же время вниз по течению шел пароход Ломоносов госпожи Бычковой, имея на буксире одну порожнюю баржу и еще одну с дровами. Проходя мимо плота, кормовая часть груженной баржи ударила его, причинив ряд повреждений. Командир парохода для составления акта не остановился, а вот поврежденный плод чинился потом в течение двух суток, для чего было нанято 10 человек рабочих. В настоящее время плод пошел дальше своей дорогой, а вот командир парохода привлечен к ответственности за нарушение правил судоходства. А вот какое происшествие случилось на Волге в самом конце июня 1898 года. 29 июня в четвертом часу дня из-за Волги к селу Юркину переправлялась простая рыбацкая лодка, в которой ехали 20 человек крестьян, тушивших на том берегу лесной пожар. А когда лодка уже почти подошла к этому берегу, вдруг неожиданно начался шторм, который стал сильно ее раскачивать. С пристани Кашина тем, кто находился в лодке, стали кричать, чтобы они гребли к берегу. Но те или не услышали советов, или решили действовать по-своему и переждать шторм в глубине. Но едва только лодка отошла от берега, ее сейчас же стало заливать водой. А в довершение несчастий у гребцов сломалось одно весло. Сломавшееся весло наделало еще больше паники. Его попробовали заменить лопатой. Но во время одного из порывов ветра, вновь налетевший на лодку вал, перевернул ее кверху дном. И все, кто в лодке находился, оказались в воде. К счастью, происшествие с лодкой было замечено с парохода Кашиной «Надежда», который только что отошел от пристани. Но на беду утопавших во время разворота парохода его рулевая цепь лопнула. Пароход потерял способность к управлению и пошел вниз по течению. Однако о тонущей лодке «Надежда» не забыла и стала подавать тревожные сигналы другому пароходу «Верочка». Капитан «Верочки» услышал эти сигналы, успокоил своих пассажиров и направил пароход к тонущей лодке, за которую держались несколько человек. Приблизившись к лодке, командир «Верочки» распорядился спустить на воду пароходную лодку с пятью опытными матросами на борту. С невероятными усилиями лодка приблизилась к тонувшим и сумела спасти восемь человек. В это же самое время пароход пустился вслед еще одному из тонувших, который плыл чуть в стороне. Этот человек уже выбивался из сил и был поднят из воды в бессознательном состоянии. Когда его привели в чувство, он заявил, что вместе с ним в лодке ехал его сын, десяти лет, которого так и не удалось найти. Катастрофу с лодкой заметили и те, кто находились в это время на противоположном берегу. Не побоявшись, отважные люди сели в лодке и помогли еще шестерым тонущим, которые плавали недалеко от берега. А вот местный судовладелец господин Тюрин, который вместе со своим приказчиком тоже сел в лодку и отправился спасать тонущих, добраться до них так и не сумел. Больше того, едва ли не погиб сам. Потому что лодку Тюрина сейчас же залило водой. Его самого, его приказчика тоже спасли матросы-сверочки. Девять человек, спасенных матросами-сверочки, были высажены на пристань Кашиной. А шесть других, которых поймали у противоположного берега, остались там. Таким образом, недосчитались еще пятерых. Тонувших, спасти которых, увы, не удалось. Пассажиры Верочки, которые были свидетелями отваги и энергии командира парохода господина Бакулева, стали рукоплескать ему. Господин Бакулев же, как и следовало, настоящему герою, ответил на эти рукоплескания скромным поклоном головы. Дескать, ну зачем вы? Какой я, в самом деле, герой? Шторм, случившийся 29 июня, застал в пути еще два парохода, кроме надежды. Один из них принадлежал пароходству братьев Каменских, а другой волжскому обществу. Обоим пароходам пришлось стать на якорь. Что же касается надежды, у которой лопнула рулевая цепь, то с ней все обошлось благополучно. 15 июля в 5 часов утра пароход «Алмаз», владельца «Зевеки», встретясь у Сызрани с шедшим вверх пароходом доставщик, ведшим две баржи с мазутом и одну с солью, после правильной отмашки направился к идущему каравану и ударился о пыш баржи с солью, отчего последняя затонула и была отведена на песок. А уже в час дня 15 же июля другой пароход «Индеец», арендованный неким Кудрявцевым, выведя из саратовского рукава три порожних баржи, ударил в левое плечо рыбницу Николаева, груженную мелом. Рыбница затонула, никто из людей при этом к счастью не пострадал. 10 сентября 1898 года в 9-м часу вечера от Самарской пристани отвалил один из лучших пароходов общества самолет Александр Грибоедов. На пароходе было много пассажиров, особенно в третьем и четвертом классах, а также немалое количество груза. Ночь была темная и идти приходилось с довольно большой опаской. Все было хорошо до так называемого Бахилова взвоза, который находится примерно в 25 верстах от Ставрополя. Там в Волге стоит маяк и пароходу приходится переваливать на другую сторону. Но Грибоедов не рассчитал курс и врезался в лотный. Несмотря на то, что произошло это на тихом ходу и толчок был практически неощутим, пароходу пришлось встать на якорь. А поскольку все случилось уже поздно ночью, пассажиры стали один за другим выскакивать из кают на палубу. В чем мать родила и делать самые ужасные предположения. Но самым нелепым было даже не это, а то, как команда парохода отливала воду из трюма с помощью одного жалкого насоса и нескольких ведер. В то время, как насос выбрасывал за борт тонкую струйку воды, в это же время в пробоины входило воды в десятки раз больше. Плывут плоты и убежать торопятся, и даль полей колышется слегка, и песней звучной обласкать мне хочется себя, моя река. С вами был Михаил Перепелкин.